И вот беру кусочек марли, не сильно большой, режу рыбу, такими кусочками, чтобы они, сколько мне надо в тарелках ставить, 3 кусочка или сколько, режу так и ставлю марли, завязываю их аккуратно, рыбку, да, этот рыбку, вот как клетик, и туда наливаю воды, приблизительно там сколько ложек этой рыбы, сколько кружек воды, и ставлю эту рыбу туда, завязываю так, как она есть марли, в марли, да, опускаю туда, туда ставлю морковку, лук, перец, на лавровый лист потом, и все, оно варится, можно варить и 4 часа, 5 часов, для того, чтобы было вкусно и питательно, воду обязательно... А там, наверное, и кости мягкие становятся. Нет, оно не становится мягким, и все там варится, кипит долго, и питательно, и вкус хороший. И животель не надо? Нет, нет, никогда не ставлю. А в марли? В марли, я вынимаю марлю, ставлю тарелку, разворачиваю, беру кусочки, они целенькие, как я их поставила, так они и есть. И я ставлю по тарелке, после чего я беру эту юшку и разливаю пол, и все. А потом сколько она стоит, чтобы затвердеть? Ну, как обычно, холодец. Час, два, три, пять. Ну, да, да, как мы холодец ставим. Так что я никогда не... я всем рассказываю. А давайте я повторю, вы берете марлю. Да. И ставите эту, туда рыбку, вот. Смотрите. Это я резала эту рыбу. Рыбу. Вот. И ставите в марлю. Такой величины, как... А, маленькие? Ну, поскольку я хочу в тарелке, почему, это клепка. Ну, да, 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 и ставите в марлю. И ставлю в марлю, привязываю их аккуратно, вот так вот. И все, и опускаю в кастрюлю с водой. С водой просто? Да, чистая вода. Туда уже добавляю лук. Лук. Морковку. Морковку. В конце лавровый лист и перец душистый. И все? И соль? Конечно, и соль, конечно. И соль надо вначале ставить для того, чтобы рыба впиталась солью, понимаете? А то мы обычно в конце... И на малом огне варите? Да, где-то можно 4-5 часов, зависит как. А потом в тарелку? Да, да, и все. И, конечно. Разворачивала, берешь каждый кусочек этой рыбы, разложила аккуратно, сколько хочешь, два кусочка. И все, и она получается вкусная и хорошая. Вот такая у меня... Без желатина, без ничего? Без, без, без. Негативный... Сын говорит, мама, не пользуйся желатином, потому что он иногда привозил меня оттуда из лаборатории, но я не пользуюсь. Говорит, мама, он бывает технический. Технический желатин? Да, бывает и натуральный, так что не надо. Все правильно, да. Технический желатин.